Всем здарова ребят! Ну что давно? Я уже не снимал обзорчики. Ребята просили давно показать малыша Ника на максималке. Максимальный 30 прорыв, на урон. Что он может, как он может. Сейчас мы это с вами затестим. В общем, поехали. Вот такой вот у меня есть малышник. 30 прорыв. 13-13, 9-9. Полностью на максималке. Плюс на урон собран. Победный. 25 атаки, 15 отражения. Ставим сюда панч-букса. Ставим сюда круглую силу. Для увеличения крита. Если крит-анет, а он критует довольно-таки часто. Так вот, то есть, максималка. Так, что у нас по снаряде. Крит-урон плюс крит. То есть, он выдает. Нереально круто. Так, окей. Что мы имеем? 9-200 плюс 42 тысячи. То есть, свыше 50 камни в урон. По жизни. Лям. 130. Ну, лям. 140. Урона, короче, бешеное количество. Тут у нас 190. Плюс здесь 100%. Увеличенный крит. То есть, такие вот дела. Поехали. Посмотрим. Как он сливается. Плюс панч-букс еще дополнительно. В рейдах, я думаю, бессмысленно. Мы здесь ничего интересного не встретим на моей силе. И на английском сервере. Тут куча юнитов. Сейчас попробуем ставить базу без юнитов. Просто посмотреть на его урон. Так, давайте кого-то такого ради... Того, чтобы смотришься, рвоту. Если он там, конечно же, есть. Так, вытащили Фрею. Ну, вот, закинули малыша Ника. Ну, такое. Чтобы там мега, мега что-то было, я бы не сказал. Так, у нас зеленый смотритель, надо его убрать. Все, отлично. Смотра у нас нет. Проехали. Без смотра просто будет проще что-то интересное увидеть. Где его использовать? Я использую, например, на забытой, на полокациях иногда. Ну, в основном на забытой. И использую там, где надо заморозить, застанет. То есть, такого плана. Так, отлично. Смотрим. Посмотрим, как он. Дрейка, он должен сейчас просто ушатать. Дальше. Дальше у нас драйк просто ушатал. То есть, как видите, такая сборка, она не особо актуальна для... Таких рейдов, ну, конечно, смотря какой у вас топ. И очень круто, такой ник помогает на битве гильдии, на добивании. Помогал, по крайней мере, раньше. Многие его использовали вместе с тем же самым драйком. Так, отлично. Смотрим. Ну, вот так вот. То есть, посмотрите, как видите, урон у нас получается там не особо. Вот, а вот второй залпик пошел 24%. То есть, здесь он уже хоть как-то более-менее. Ну, ему надо зарядиться, во-первых, чтобы уезжать свой скилл. Давайте попробуем на другую эвакуацию. На экспедиции. Здесь, думаю, он будет более интересен. Ставим еще драйка сюда в долгунку, чтобы быстрее пройти это все. Так, смотрим. Ну, критует, как видите, нехило так. И криты уже, посмотрите, половину. Ну, тут здесь не топовый. Выбивает сразу. Ну, и, конечно же, по нему входящий урон тоже приличный. Но, когда он включает свою ульту, я думаю, тут мало кто спасется. Только герои с ограничением. Пармить таким ником можно. И нужно даже. Вот Фрей сейчас, мне кажется, его разберет просто. Ну, по ней попадет. Ну, пока она по 50к бьет, вот сейчас должен быть обалденный залп. Вот так вот. Часть героя он унес. Видите, у него уже меньше, меньше половины жизни осталось. То есть он убивается в такой сборке очень быстро. Но здание им добивать реально круто. Критов, как видите, дофигища. Он еще собран. Так, ну, что, сделаешь последний залп? Понятно, что он Фрей не убьет. Но так или так, вы можете сравнить с вами, мы там не знаем, какие у вас прорывы, без прорывов посмотреть. Там, где юниты, конечно, все печально. Смотрим, сможем ли мы нагнать. Он бьет юнитов, то есть это минус его. Ну, все, его слили. Вот так вот. На арене, не знаю, на арене бессмысленно. Он дохнет очень быстро. Там тестить его, замедлять. Разве что, ну, понятно, у меня тут топ сейчас никакой. Будет разваливать просто ночи. Давайте попробуем продвинуться немножко дальше. Надо будет как-то выйти на арену. Плюс это то, что он автопрокер. То есть у него работает этот автопрокер, реально он не спасает зачастую. Вот видите, смотритель вражеский ударил. Ну, ни о чем вообще. Вроде 30-й прорыв и противник там не особо. Но вы видели, какая ульта полетела. У него основная ульта, это когда он заряженный. Вот тогда он выдает. Там увеличенный урон идет. А первая вот эта ульта заморозка. Единственная идея она спасает, это на битве гильдии. Конечно, если поставить ему выживание, он на битве гильдии будет более актуальным. Там этих 3 секунды хоть как-то спасут. Давайте обновим. Искульта он убит. Вот 30 кап, по-моему, было. А вот вторая ульта уже, а ты смотритель ударил. То есть это такой, скажем, вспомогательный герой. Он не основной. Дамага он много не несет в себе, а в таком... Что его разобрали? То есть без понтова вообще. Единственное, замедлите. Так, окей, с этим разобрались. Поехали на... По локациям. Где-то я его уже потерял. Здесь у меня все пачки разобраны. Вот здесь я вот сразу сделаю такой тандемчик. То есть малышник. Еще есть вариант поставить, чтобы его не застанели. Психо щит на него. Тогда это вообще идеальный вариант. Вот допустим, у меня будут вот 3 такие героя. Остальные пачки я пособираю. Ну то есть даже давайте не так. Уберем, поставим сюда вот. Я создам такую пачку, которая реально очень крутая на ПВП локациях. Она довольно-таки простая. Можете ее у себя собрать тоже. Так, где там эти девочки? Вот раз. Два. Допустим, 3. Вот такая вот пачка. Она сейчас более-менее нормально. То есть пачка со станом. Ну можно там еще других добавить, но я таких самых интересных создал. Можно туда Фрэнка поставить. Побашку того же самого. Давайте, кстати, сюда Побашку поставим лучше. Вот такой вот вариант. Смотрителя, конечно, там нет. Но можно потом поиграться со смотрителями. Да, тут. у меня конечно тут не идти но попробуем найти кого-то интересного посмотрите малышник ударил дрейк застанет пабашка включился леди лео и медузка и все противник ваш ничего не сделает то есть они будут встали если у вас еще хорошо прокачаны на урон либо есть какие-то защита от рожала кого без проблем будете сливать топовые пачки попробовал найти что-то интересное то есть здесь я его использую на лабиринте я тоже его использую там он тоже круто смотрится с вариантов есть очень много смертушка таких вариантах да но опять же я бы не советовал его собирать на урон потому что либо ставить подашку потому что он сливается отражалки фильм быстро от своей ультой особенно кстати попробуем сейчас на осуру отлично посмотрите как сразу минуснулись мои герои они собраны на урон у них нету защиты от отражалки и вот именно на осури они половину жизни потеряли плюс смотрите ли считайте ваши герои просто уже нету и ничего не сделаете против косма тут опять же играет момент один посмотрите косма и просто без проблем обычные герои шатанули таких героев зависит от того какого героя какая скорость атаки то есть это тоже надо учитывать зависимости от скорости атаки он быстрее могут может использоваться скилл если автопрокер он будет сразу то есть разные варианты конечно для героев сборок но давайте попробуем против этом в большинстве случаев эта пачка на ура заходит на лабиринте вы застанели вы сделали все и маша противники ничего не смогу сделать а вы половину героев уже сольете вот так вот пишите комменты что вы думаете по поводу героя герой действительно обалденный старенький когда-то он вышел там все были в шоке на подземках вот в принципе тоже тащит неплохо ну смотря какие подземки давайте возьмем кошмарки все зависит от прокачки какая у вас прокачками герой можно сделать с любого героя щасы здесь он тоже вроде дамажит вы видите ему надо включить ульту изначально для того чтобы ударить хорошо как только он зарядится вот сейчас будет обалденная ульта вот она сразу же сливает там у меня не помню сколько у черепа здесь жизни но реально она круто ну а такая его заморозка наносит немного урона но если в такой прокачки его брать то я вам показал что давайте зайдем даже брать сейчас найдем еще одного противника без этого урон довольно таки неплохое на добивание зданий на битве гиргий отличный герой но не более того то есть основная его задача это заморозить обездвижить там сколько секунды чем-то по моему этому и с одной стороны бессмысленно его собирать нового быстрее убьется у вас никакого дефа ничего не будет а так у вас будет шанс что в два раза ультанет из плана универсальности если для по локации то все-таки лучше его собирать надо нежели на атаку он не хотят нам противника дать ну вот допустим вот видите в районе 100000 некоторые здания наполовину сносит но там дискины прокачаны уже так не снесет все пишите коменты ставьте лайки ждите новых видосиков всем удачи всем пока